Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам, один из главных праздников исламской уммы. О значении праздника Идалятха и о том, как он пройдет в Дагестане, поговорим с председателем Муфтията Республики. Как сохранить Каспий для потомков, решать морские проблемы на суше, в Махачкале собрались профессионалы. К чему пришли, смотрите в нашем выпуске. Сулакский каньон – главная достопримечательность и зона повышенной опасности. Чтобы уберечь туристов от неприятностей, сотрудники МЧС и МВД провели масштабный рейд. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Реализацию приоритетных проектов в текущем году обсудили на семинаре-совещании в Махачкале. Мероприятие проходило в открытом формате. Обсудить значимые для региона задачи вместе с представителями власти смогли общественники, блогеры и журналисты. Кроме этого, формат реализации нацпроектов предусматривает прямое участие граждан в решении этих вопросов. О том, что будет делаться и сколько средств на это выделят, расскажет Патимат Ханапова. 2,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета и 1 миллиард из федерального. Таких финансовых средств никогда не выделялось в Дагестан. Уйдут они на решение действительно острых проблем. Более полутора миллиардов на водоснабжение, около 800 миллионов на дороге и 1 миллиард на программу «Комфортная городская среда». Министры, депутаты, общественники, блогеры и сами граждане будут следить и принимать активное участие в реализации этих проектов. Есть вопросы, для решения которых нужно время, новые люди, другие механизмы. И чтобы при этом не допустить ошибок, власть приглашает всех вас быть участниками этих процессов. Мы открыты, наши действия прозрачны, давайте сотрудничать на благо дагестанского народа. И, конечно же, если эти вложения не будут освоены, то это будет связано с некомпетентностью отдельным руководителем муниципалитетов, министерств и ведомств. Здесь надо понимать, что каждый несет персональную ответственность и перед народом, и перед руководством республики. Более 40 объектов водоснабжения в этом году будет введено в эксплуатацию, что положительно скажется на около 100 населенных пунктах республики. Особое внимание уделят Касавюртовскому району, где практически все водопроводные сети изношены. Проблемы дефицита воды в муниципальном районе можно решить подключением к водоводу Кизельюр-Бабаюр. Это 8 населенных пунктов. Также подключением к водоводу Сулак-Насавюр. Это 5 населенных пунктов. Это, в общем говоря, где-то 70 тысяч жителей Касавюрского района. Также бурение морскважин в населенных пунктах района, поверхностными источниками в муниципальном районе. 19 тысяч километров – это протяженность уличной дорожной сети в регионе. Из них 4 тысячи подлежат неотложному ремонту. До конца этого года должны быть обустроены более 140 километров. По срокам дорожной карты не позднее октября планируется завершение работ на 148 объектах, в ноябре на 15 объектах, в декабре на 16 объектах. Указанные сроки являются предельными. Планы масштабные. Средства на их реализацию тоже немалые. Важнее другое, чтобы эти финансы были использованы по назначению. Во всяком случае, власть уверяет, все будет проходить под тщательным контролем как населения, так и руководства республики. Непосредственно объекты говорят о том, что люди заинтересованы. Очень много вопросов возникает. Говорят о качестве работы, говорят о сроках. Поэтому население будет совместно с нами заинтересовано работать, информировать и влиять на все процессы, которые будут происходить по реализации этих проектов. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы же для себя делаем. Вот все вместе делаем для себя. Поэтому я не думаю, что кто-то, если такую задачу неконструктивной поставил, он быстро, это будет сразу ясно нам. А когда ты действительно приезжаешь, разговариваешь с людьми, это вам нужно, а вот это вы ждали, а что вообще у вас ожидания от этой работы, там сразу все становится. Мы этого не опасаемся точно. Знаете, мы не только не опасаемся, мы абсолютно уверены, что это будет. Я уже сегодня напоминал про прошлый год. 8 школ, 3 водовода, мы все вместе построим. Ведь ничего другого мы сейчас не предлагаем и не говорим о том, что необходимо. Мы надо сделать просто все вместе. Если мы в прошлом году 8 школ и 3 водовода смогли сделать, значит, все три большие проекта, которые сейчас мы предлагаем на того, чтобы производить место общественное, тоже решаем. Все одно и то же. Патемат Ханнапова, Аднур Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Каспийское море будет чистым. Проблему загрязнения водоема накануне обсудили в ходе круглого стола в Доме дружбы. Мероприятия посетили представители федеральных и региональных органов власти при Каспийских субъектах федерации, деятели науки и члены экспертного совета. Состояние Каспийского моря – один из наболевших вопросов. Круглые столы на тему защиты морской среды от загрязнения проводятся регулярно. Загрязнение Каспия беспокоит жителей всех прибрежных регионов. Мы обсуждаем одну из задач, которая стоит в регионе Каспия. Это загрязнение мусором морским, это вопросы отходов, учитывая новый федеральный проект, национальный проект экологии. Поэтому тематика дней Каспийского моря, она разнится и отличается в зависимости от тех актуальных задач, которые стоят на данный момент перед нами. Основной целью мероприятия было обсуждение направления деятельности по сохранению чистоты Каспия, предотвращению загрязнения морской прибрежной среды, для достижения экологически устойчивого развития при Каспийских регионах России. По словам министра, в ближайшее время будут приняты действенные меры по сокращению выброса отходов моря. Вот представьте, весь мусор, который люди выбрасывают в горных районах, в реки, это для кого не секрет, это прямым потоком идет Каспийская моря. Мы сейчас до 31 декабря 2020 года должны установить мусоросортировочные комплексы, перехватить весь мусор в горных территориях и на низменных территориях, для того, чтобы обработать этот мусор и отправить на переработку. Это будет решена очень большая проблема. Кроме этого, мы на уровне главы Республики Дагестан ведем масштабный проект, это построить и довести до ума Махачкалинский канализационный коллектор, поставить очистные сооружения в Кировском районе города Махачкалы и в Каспийске, все очистить все канализационные стоки, потом проводить выбросы в Каспийское море. И в продолжение темы, как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Республики, в Дагестане планируется строительство завода по переработке рыбы. По словам специалистов, в регионе имеются огромные запасы кильки, около 450 тысяч тонн. Это самые большие активы подобных биоресурсов России. При этом ежегодный объем добычи кильки может составить 95 тысяч тонн. Как отметил руководитель Минприроды Дагестана, на Биула-Карачаев уже определенном месте, где будет строиться завод по переработке кильки. На предприятии планируется наладить высокотехнологичное производство, что позволит повысить качество продуктов благодаря глубокой переработке. Все это позволит выпускать около 40 миллионов условных банок продукции. Кроме того, привлекая на работу специалистов, предпочтения будут отдавать дагестанцам. Каковы возможности территории опережающего социально-экономического развития моногорода Дагестанские огни? Этот вопрос стал основным на выездной встрече в Рио-министра экономики Дагестана Гаджи Султанова с бизнес-сообществом города. Предприниматели рассказали о проблемах ведения бизнеса, о своих предложениях и желании реализовать проекты. Были рассмотрены все идеи. Это и открытие кирпичного цеха, спортивного зала, гостиничного комплекса. Для этого заинтересованным бизнесменам необходимо собрать пакет документов для получения статуса резидента ТОСР. Я думаю, что и вы, предприниматели, которые представляете город, бизнес-города, заинтересованы в том, что город развивался. Создавались рабочие места, пришли инвестиции. Кстати, по тем требованиям, которые есть к предпринимателю, вот вы можете получить статус резидента с объемом инвестиций 2,5 млн. рублей и создав 10 рабочих мест. Также на встрече было принято решение провести бизнес-форум в Дагогнях. Напомним, территория опережающего социально-экономического развития Дагестанские огни была создана в 2018 году. И в настоящее время уже заключены соглашения о реализации 15 инвестпроектов, что позволит создать более 850 постоянных рабочих мест. Вода – источник жизни, а ее отсутствие – неизменный источник проблем. В некоторых селах Хасавюртовского района в буквальном смысле засуха. В поселении, где главным занятием жителей является сельское хозяйство – дефицит воды. Терпение у людей почти на исходе. Они отчаянно обращаются во все инстанции, но пока безрезультатно. Куда девается вода в районе и что говорят по этому поводу представители власти, смотрите в сюжете Абдулла Алиева. Так выглядит канал на границе Хасавюртовского и Кизюртовского районов. Здесь воды достаточно. А вот так он выглядит ближе к поселению станция Карландюрт Хасавюртовского района. Уже несколько лет местные жители испытывают проблемы с водой. Ни для питья, ни для полива сельскохозяйственных угодий ее не хватает. Вот мы видим, что со стороны Гадари и в сторону населенных пунктов станции Карландюрт и Кокрык в канале вода есть. Может немного, но она есть. И течение тоже неплохое. То есть, если на сегодняшний канал будет в нормальном состоянии, если она будет очищена и от водорослей, и от деревьев, которые у нас здесь есть, то если воду обеспечить нормально, контролировать водой, то эта вода в этих селах поступит. Причин, по которым возникла проблема с водой в этих селах, несколько. Это загрязненность канала, самовольные врезки и поломка щитовых затворов на шлюзах. Неудивительно, что водоем на территории Кокрыкского сельсовета все больше становится похож на высыхающую лужу. Здесь взяли трубы поставили, сами взяли, и никто ответственность не несет, и люди страдают из-за этого населенного пункта, вот села. В зале отбросили трубы, и никого нету, никто не контролирует. Вода идет бесхозно, никому не интересно, никто меры не принимает. И все, вот что дальше. И сколько таких примеров по каналу есть? По каналу есть еще валом труб, вот таких отбросанных. И все инженерные службы здесь у нас, на этой канаве, от Гадары до Кокрека. И ни одного работника нет у нас сегодня на этом шлюзе или на воде, чтобы закрыть его или чтобы население пользовалось водой. По самым местных жителей, они неоднократно обращались к муниципальным властям, чтобы решить наболевшую проблему. Но все заканчивалось только обещаниями. У них даже был заключен договор, дающий право использовать воду для орошения сельхозугодий. Но, увы, воды недостаточно и для этого. У нас, посмотрите, в любой огород зайдите, у нас огороды высохли буквально. Надо обязательно покупать и насосы, покупать бельзины. Нам обходятся огороды тридорогой. Это ладно. Да, и без насоса нет воды. У нас элементарно даже качать нет. У нас даже пить воды нет. И сейчас зеб, буквально, с которой заполняют, да, вот у нас бассейн, она элементарно не питьевая, она вонючая. Полет нет уже, засорили, огурцы были, помидоры были. Вот это фасоль у нас, Саша, тоже нет полива. Вот из-за него вот каждый день друг друга деремся. Вот капли воды отсюда идут, нет воды. У нас нет воды для полива. Каждый сезон мы страдаем. Куда бы мы ни обращались, нас отфутболивают чисто, теоретически. Никто не виноват, все правые. По словам руководителя утверждения, отвечающего за этот канал, Мафсара Айдемирова, проблема возникла из-за нерационального использования воды жителями села, расположенных возле канала. Как уверяет Айдемиров, уже с сентября этого года начнутся ремонтные работы, которые решат все вопросы, связанные с водой. Еврейские самовольные очень много. Вот сейчас у нас запланирован в этом году, в сентября до конца года, капремонт воды этого канала. Именно за то, что он в таком состоянии, где мы будем ликвидировать вот эти самовольные, Еврейские все. Мы своими силами поменяли счетовые затворы, из-за которых потери воды происходят. Свой момент, то, что вот сами жители недисциплированно пользуются водой. Вот это вот, они как-то умалчивают все. До того, что заходят, вот меняем счеты, да, они дорого стоят. Два-три счета уже поломали в этом году. За то, чтобы им не закрывали, вот, берут тракт, концепляют, ломают. Быть или не быть в воде на территории Кукрековского сельсовета покажет будущее. Но однозначное решение проблемы кроется во взаимопонимании местных властей и жителей сел, расположенных возле канала. Ну а пока местные жители терпеливо ждут и надеются, что власти войдут в их положение, пойдут навстречу и справедливо распределят воду между гражданами. А те, в свою очередь, подойдут рационально и справедливо к использованию воды. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасаюртовский район. Курбан-Байрам на подходе. Наши корреспонденты узнавали, как дагестанские паломники готовились провести День Арафа, находясь в Далине Мина. На огромной территории, где развернуты сотни тысяч палаток. Именно оттуда миллионы мусульман начинают выполнять основные обряды хаджа. Как проходила подготовка в этом году, смотрите в следующем сюжете. Ассалу алейкум, дорогие друзья! Сегодня 7 августа, мы находимся недалеко от города Мекка, в палаточном городке Мина. Буквально через два дня, в пятницу, 9 числа, этот город будут заселять миллионы паломников со всего мира. В том числе и паломники из России, в частности, из Республики Дагестан. А сейчас здесь проходят подготовительные работы всеми хадж-фирмами. А мы с хадж-фирмой Марва Тур, с ее сотрудниками и волонтерами, смотрим, как распределяются палатки. Вот развешиваются такие таблички с номером рейса, номером группы, здесь номер руководителя и пол. Это палатка для женщин или для мужчин. Сотрудники и волонтеры хадж-фирмы Марва Тур стараются сделать пребывание в Мина максимально комфортным. В палаточном городке дагестанские паломники будут четко разграничены на мужские и женские группы, учитывая при этом доступность к местам для омовения. Важно отметить, что в этом году удается лучше выстроить логистику пребывания паломников в Мина. В этом году, как таковых сложностей с предыдущими годами у нас не было, потому что мы успевали приезжать сюда, то есть допуск получали максимум за сутки, в лучшем случае за два. В этом году мы получили за три сутки доступ на территорию. Успели, даже не имея разрешения, привезти большую команду 15 человек помощников. И в этом году у нас будет очень тщательная подготовка и расселение будет проходить оперативно и быстро. То есть паломники быстро займут свои места. Пребывание в долине Мина – это один из неотъемлемых обрядов хаджа. Каждый паломник проводит в этой местности три ночи, как это делал в свое время пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Сейчас, конечно, условия в долине гораздо лучше, чем во времена пророка. Теперь это самый настоящий палаточный город, где будут одновременно находиться около 10 миллионов мусульман с местами для ночлега, омовения и общепита. Так, ну что, здесь огромная палатка. Я бы даже сказал, палата на где-то около 400 мест. Но дело в том, что вся эта палатка будет распределяться по отсекам с помощью вот таких вот перегородок. И в одном отсеке будет пребывать от 12 до 14 человек. Здесь уже готовы вот такие вот матрасы на каждого человека. Есть вот такие вот пледы, если кто-то захочет укрыться. Хорошие мягкие подушки. Все готово. Здесь всегда будет холодная вода, если кто-то захочет попить. Работает система кондиционирования. Без этого здесь было бы очень жарко, потому что находиться здесь всем паломникам надо будет около трех дней. И это, согласитесь, немалый срок. Поэтому нужно очень тщательно ко всему подготовиться, чтобы условия для паломников были очень-очень приемлемы для проживания в этой местности. Поэтому подготовка очень ответственна. Мы не будем мешать продолжать подготовку сотрудникам хадж-фирмы «Марватур». Питание у нас в прошлом году были проблемы. Мы получили разрешение привозить сюда. Компания, с которой заключен был договор, они опаздывали. То есть завтрак успевал к обеду. И, естественно, за это время люди успевали перекусить, что-то купить. И эту еду не успевали доставлять по палаткам. В этом году решено прямо вот здесь на проходной у нас будет кухня. И еда будет готовиться прямо здесь на месте. Поэтому эту проблему тоже мы в этом году подготовили с ее решением тщательно. Пребывание в долине Мина очень непростая и ответственная часть хаджа. По этому поводу прошло собрание руководителей рейсов и групп хадж-фирмы «Марватур». Здесь были обсуждены план действий и решение возможных проблем. Одна из которых – это отдаленность некоторых дагестанских палаток. Этот вопрос тоже стараются решить. Несмотря на то, что, казалось бы, как проблема, то, что часть паломников будет находиться за пределами, у нас одним из выходов, который мы видим в этой ситуации – это то расположение наших гостиниц в Мекке. Территориально он расположен таким образом, что все те паломники, которым предоставлено Саудовской стороной нахождение палаток за пределами Мина, они могут достаточно легко, буквально минут 20, наверное, пешком, 20-30 минут пешком проделать расстояние около двух километров и от палаточного городка, точнее, от того места, где проходит обряд кидания камней, от джамаратов, возвращаться не в свои палатки, а приходить уже в гостиничные номера для того, чтобы провести там большую часть дня уже в гостинице. Изначально, когда мы изучали районы Мекки для снятия гостиниц, этот момент учитывался при снятии гостиниц в районе Махвас-Ульджин. Это один из выходов из этой ситуации. Но, несмотря на некоторые сложности, службы на всех уровнях находятся в повышенной готовности для того, чтобы паломники сумели выполнить все предписанные обряды хаджа. Только что я пришел, завершилось у нас заседание хаджмиссии, и я был туда приглашен руководством российской хаджмиссии, и сейчас определяли основные задачи. В целом, не хуже, чем в прошлые годы, даже лучше, наверное, организованно. Чувствуется, что опыт из года в год уже набирается, и набран уже большой опыт российской хаджмиссии. И туроператоры все доложили руководству хаджмиссии, что практически все паломники уже прибыли за исключением единиц. И в этом году тоже один из рекордных пределов 25 тысяч, чуть более 25 тысяч паломников уже прибыло, находится на территории Саудовской Аравии. Курбан Рагимов, Гусейн Гусейнов, телеканал ННТ, Мина, Саудовская Аравия. В понедельник, 12 августа, дагестанцы отпразднуют Курбан Байрам. Самым главным обрядом этого дня является жертвоприношение, и уже несколько лет в Махачкале для этого ритуала отводятся специальные площадки в районе торгового центра Киргу и на месте ипподрома. О том, как идет подготовка мест для заклания жертвенных животных, в сюжете моих коллег. А после поговорим о празднике с председателем Муфтеатра Республики. Работа кипит. До главного праздника мусульман остались считанные дни. Надо успеть все подготовить, оценить и проверить. Курбан Байрам в нашей столице должен пройти на высшем уровне. Об этом беспокоятся организаторы специальных площадок для жертвоприношения. Как и каждый год, в праздник Курбан Байрам в Махачкале будут работать специальные места для жертвоприношения. Здесь любой желающий сможет не только приобрести жертвенное животное, но еще воспользоваться услугами специалистов для его закалывания и разделки. И как обещают организаторы, весь этот процесс будет проходить в праздничной атмосфере. Для массового закалывания животных, как и всегда, выделены две точки. Одна будет расположена на территории торгового центра Киргу, а вторая на ипподроме возле трассы Махачкала-Каспийск. Для удобства населения установят специальные указательные знаки и будут работать около 300 волонтеров на каждой площадке. Также подготовят и специальную автостоянку. Стоит отметить, что все обрядовые процедуры здесь проведут в соответствии с санитарными нормами и правилами. Как мы видим, уже готовы места для разделки животных. Также уже подготовлены специальные места для стока крови. В общем, в принципе, здесь уже все готово. Осталось только привезти животных. Оценили подготовку площадок и представители Мухтеата Республики. Послам ответственным за организацию и проведение обрядов жертвоприношения зам имама Центральной Джума-Мечети Махачкалы Мухаммада Курбан-Дибирова уже завершается обустройство территории, отведенной под забой скота. Устанавливаются места для совершения намаза, санитарных помещений и столовой, где все желающие на протяжении всех праздничных дней смогут получить бесплатное угощение. Естественно, праздник есть праздник. У нас здесь и бесплатная еда, и информационный центр, и вопросы-ответы, и чтение ТАКБИРа, и помощь. Мы здесь привлекли около 300 волонтеров для всех удобств и комфортного праздничного дня. Здесь все будут работать ради этого праздничного дня и ради этой праздничной отпрости. Проинспектировав площадки для жертвоприношения, председатель Мухтеатра Республики Абдулла Салимов положительно оценил ход подготовки к празднику Курбан-Байрам. По его словам, здесь будет все необходимое, чтобы пришедшие гости смогли без хлопот совершить священный ритуал мусульман. Были на двух площадках, которые предназначены для проведения обрядов Курбан-Байрама. На самом деле удостоверились в том, что, по сути, практически все готово. То есть осталось совсем несколько шагов. Основные работы по предоставлению всех условий и удобств и комфорта для проведения обряда, по сути, все это готово. Здесь есть специалисты, которые все сделают за вас. То есть, как говорится, вы даже и не испачкаетесь. В итоге вам дадут мясо в пакетах, вы загружаете в машину, отправляетесь домой. То есть все чисто, аккуратно. До праздника осталось несколько дней. Но уже сейчас можно сказать, что мусульмане Дагестана в полной мере готовы его встретить. Абдулла Алий, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И сегодня у нас в гостях председатель Муфтията Республики Дагестан, Абдулла Салимов. Абдулла Хаджи, салам алейкум. Алейкум, ассалам арахматула. Впереди праздник Курбан-Байрам. Год от года Муфтият очень многое делает для того, чтобы он проходил более организованно. Что будет в этом году? Что нового? Как готовитесь к празднику? В первую очередь хочу поздравить всех с наступающим праздником Курбан-Байрам. Прошу Всевышнего Аллаха принять все благие деяния наши, все наши старания и животоприношения. Уже, наверное, седьмой-шестой год, как проводится огромная работа в этом плане. И приготовлены две площадки за чертой города. Первая площадка это на территории подрома. Это получается между Каспийском и Махачкалой. И вторая площадка это на территории торгового центра Киргу. И практически все готово для проведения этого обряда, этого праздника. Мы были недавно на этих площадках, провели инспекцию. Готово все. Это начиная с просторных отсеков для загона жертвенного животного. Это специалисты обученные, которые знают, как проводить сам процесс жертвоприношения. Это удобные места для закалывания животных, для обделки шкуры, мяса. Есть пункты, где люди могут оставить какую-то часть из мяса малоимущим. Это работники фонда «Инсан». Очень удобные стоянки. То есть человек даже не подготовленный, он придя туда, может получить всю информацию. Я знаю, что и волонтеры привлечены к этой работе. Да, и вот основной акцент работы именно направлен на то, чтобы создать вот эти все условия и комфорт. То есть человек приходит, даже если это пришла женщина без, скажем, мужчин родных, то есть даже ей можно во всем помочь, доставить животное, и в итоге она выходит с пакетами мяса. И поэтому созданы все удобства. Вот то, что вы сказали, в этом году мы ввели то, что за день до праздника создана специальная комиссия, которая будет проверять пригодность животного, как со стороны ветеринарии, так и со стороны канонической. То есть чтобы животное, пригодно ли оно по шариату. Для житого приношения. Да, и здорово ли оно. То есть такая комиссия тоже введена. И огромный акцент также сделан на чистоту, чтобы во время проведения этого праздника, всех обрядов и после ничего не оставалось, все было чисто и аккуратно. Будут функционировать молельные комнаты на двух площадках. Очень удобно, чтобы желающие могли совершить молитву. И также имеется на площадках столовая. Для всех присутствующих, для всех гостей, для всех работников они смогут пообедать. То есть праздничная трапеза тоже будет готова для всех желающих. Помимо всего прочего, Муфтият очень много благотворительных проектов ведет. Может быть расскажете об этом направлении деятельности, потому что как раз таки напрямую связана с праздником она тоже. Да, при Муфтиате у нас функционирует благотворительный фонд «Инсан», который проводит очень огромную работу по республике. Филиалы этого фонда работают в каждом муниципалитете, в каждом городе. В этом году примерно намеривается фонд «Инсан» раздать около 1000 голов жертвенного животного. Это огромное количество, то есть это бланка повышена относительно предыдущего года. И для этого тоже у них созданы все условия. То есть человек заполняет бланк, там же указывает, какую часть он оставляет для малоимущих. Он приезжает именно с его данными, то есть бирка с данными этого человека будет на жертвенном животном. Персональная. Да, он будет видеть, какое животное именно закалывают и раздает или забирает все мясо, или же отдает мясо полностью для малоимущих. То есть есть три категории, и для этого созданы все условия. Даже звонят с разных субъектов нашей страны, просят принести жертву за них и раздать эти животные малоимущим. То есть наш быстрый век сделано все для того, чтобы человек, даже не имеющий времени, смог свой долг перед Аллахом выполнить. А какие категории граждан получать будут это мясо? Те люди, которым предназначен и закат. То есть это малоимущие, это бедные люди, это факиры, мискины. Туда входят также наобращенные люди, также люди, которые попали в долг, вынужденный долг и не могут выбраться. Эти люди тоже входят. То есть есть определенное количество категорий, которым это все предназначено. Не могу не спросить об одном из самых масштабных проектов муфтията. Это строительство Духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Он превратился в настоящую народную стройку. Очень многое делается в этом направлении. И вот немножко об этом, если расскажете, будет интересно, думаю, нашим телезрителям. На самом деле, как вы сказали, Духовный центр стал таким неким объединяющим фактором. На самом деле и вся республика, и за пределами республики люди приезжают. Им очень интересен этот объект. Касательно Дагестана, со всех районов люди приезжают. Кто-то оказывает помощь рабочей силой, кто-то изъявил желание собрать какие-то денежные средства. Но побывали практически все районы нашей республики. И по сей день приезжают, посещают и помогают, чем могут. Там же, по-моему, можно и именной вклад внести. Да, именной вклад, то есть какую-то деталь взять из этого центра, и оно будет уже в истории этого района или же этой семьи. Духовный центр, ну, в первую очередь, наверное, это мечеть, которую все видели. Это мечеть, которая названа именем пророка Мухаммада, саллилла али-васалям. Одноэтажная мечеть, в которую входит шесть миноретов. И внутри будут функционировать три фонтанных купола. И что интересно, для всех прихожан и для туристов будут специальные дорожки к этим фонтанным куполам. То есть, не снимая обуви, можно зайти в мечеть, посмотреть и выйти. И также будет доступ к музею, к отделу музея, который будет находиться в передней части этой мечети. И комфортная вместительность этой мечети около 20 тысяч прихожан. Многие видели, наверное, многих... Это только внутри? Да, это мечеть. То, что мы говорим о мечети, на самом деле, масштабы этой мечети завораживают, удивляют. Но нужно понимать, что основной аспект в планировании всего духовного центра является благоустройство, которое занимает почти 70% всего проекта. Поэтому сама мечеть, она тоже, по сути, входит, она окружена каким-то вот огромной парковой зоной. И в эту парковую зону входит множество социальных объектов, как, например, среднеобразовательная школа, это детский сад, это благотворительный фонд «Инсан». Это все входит в комплекс? Да, это спортивно-оздоровительный комплекс и так далее. То есть очень множество таких социальных объектов и формат всей площадки будет безбарьерный. То есть можно попасть в любой из этих объектов. И также самое, что, да, вот удивительное в проектировании, это сам духовный центр и набережная Каспийского моря будет соединяться к такой длинной масштабной парковой аллее. Километровая, по-моему. Протяженность, да, около 1300 метров. И там будут соблюдены все условия, то есть для всех, для всех слоев населения. То есть если даже это будет мать с ребенком, с коляской или же для людей с ограниченными возможностями, то есть все условия будут соблюдены. Все это учитывается? Да, все это учитывается, все желания жителей нашей республики. Вот вы сказали о школе, наверняка будет и медресе. Как раз хотел поговорить о просветительской работе, которую ведет Муфтият, потому что она действительно большая, масштабная. Что делается в этом направлении, какие новшества здесь есть? Да, основное направление духовенства нашей республики — это народ просветить, это просвещение народа. Даже вот при Муфтияте функционирует отдел просвещения. Так и на самом названии говорит о деятельности этого отдела. Отдел просвещения и филиалы этого отдела функционируют в каждом городе. Туда входят квалифицированные теологи, которые посещают почти все учебные заведения, все какие-то фирмы, больницы, различные учреждения. Широкий охват. Да, широкий охват. И встречаются с персоналом или же с учебным, или же с рабочим и напоминают о нашей религии. То есть говорят о нравственности, о воспитании, о том, какие обязанности мусульманина в отношении общества, в котором он находит. А в образовательном плане? Образовательном, да. Обходятся созданные все условия для того, чтобы... Обучение основной религией. Да, наши дети в любом городе могли получить необходимые фундаментальные знания нашей религии. И в летнее время, почти в каждом городе функционируют летние курсы, и дети могут посещать эти уроки, обучаться, заниматься спортом. Там же и прописан завтрак для детей, то есть созданы все условия. Совмещенное, то есть изучение, наверное, и Корана, и намаза обучения. Да, да, да. Коран, и духовно-нравственное воспитание. Это и модерации, которые тоже немало у нас, где работают специалисты, преподаватели, квалифицированные, обученные. То есть для того, чтобы наш ребенок мог получить необходимые знания, есть все условия. То есть в любом месте можно отправить и обучить ребенка. Завершилась хаж-компания, можно уже подвести ее итоги. Что можно сказать по этому поводу? В этом году, на самом деле, в этом плане была проведена огромная работа. Периодически все паломники проходили курсы обучения, чтобы они знали, что их ждет, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях. Также были проведены множество курсов по обучению самих работников. То есть будущих руководителей курсов, групп, был проведен даже экзамен, по которым и были выбраны самые лучшие и знающие. А в плане удобств, очень множество таких положительных комментариев со стороны паломников, что соблюдены все условия, комфортное проведение хаджа. То есть организация хаджа год от года становится лучше? Однозначно становится лучше. Спасибо, спасибо за беседу. Успехов вам. И к другим темам. Безопасен ли отдых на Сулакском каньоне? Сотрудники МЧС и МВД узнавали это во время масштабного рейда. Ежегодно каньон привлекает множество туристов, впечатляя завораживающей природой и возможностью прокатиться на катере по Березовым водам. Однако отдыхающим, как правило, неизвестно, что требования безопасности на маломерных судах не соблюдаются, а предоставляемые услуги никак законодательно не оформлены. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Всего здесь функционируют пять баз отдыха, и только часть из них имеют разрешение на коммерческую деятельность. Другие же обходят закон стороной, нелегально обустраивают причал, владеют катерами и перевозят пассажиров на судни. И делают это абсолютно небезопасно для туристов. В Черкеве более-менее мы навели порядок. Там на самом деле в мечети сказали нельзя, там нет. А вот тут какая-то неуправляемая банда, или как назвать. Скажите, пожалуйста, получается, тут еще и спасателей нет? Да нет, какие спасатели могут здесь быть. Посмотрите, какой спасатель может быть на глубине 40 метров. И температура воды какая. При осмотре катеров выяснилось, из средств безопасности тут только спасательные жилеты, и то в недостаточном количестве. Но даже они в случае ЧП не спасут оказавшегося за бортом. Течение реки слишком сильное, а глубина каньона более 40 метров. Специалисты отмечают, что защита здесь нужна намного серьезнее. Министру внутренних дел мы писали по этому вопросу, обеспечив безопасность хотя бы на месте, вот здесь вот, чтобы какой-то порядок был. Каким-то образом, вот сегодня мы собрались, потому что мы все обеспокоены этим. И вот здесь вот мы должны конкретное решение принять, хотя бы в плане того, что как заговорил. Пока не будет порядка, вот эти вот сами катера вывезти. На этих катерах, поймите, катер, скажем, рассчитан человек на 2-3. Сажают 5-6 человек. Вот представляете, 5-6 человек сажают. Кто безопасно отвечает. Главная задача таких рейдов – не позакрывать турбазы на Сулаке. Они нужны и важны как для развития туризма, так и предпринимательства. По словам экспертов, эти акции не против бизнеса, а за его безопасность и законность. Мы не знаем, есть ли на этих судах лицензия на перевозку людей или нет. Может, они вообще не допущены. Ну как, вы же на автомобиль не садитесь, если у вас прав нет. Не садитесь. Если автобус везет пассажиров, он же должен иметь лицензию на перевозку этого пассажира. Допуск. Нет, а почему здесь это можно делать? Ну вот это безобразие, вы сами со мной согласитесь, это нельзя допускать. Базы стоянки нет. Пожалуйста, сделайте базу стоянки. Оформите установленным порядком разрешительные документы на суда, на коммерческую деятельность. И пожалуйста, и занимайтесь. Никто же не говорит, что этого не надо делать. Наоборот, говорят, что это надо делать. Но надо делать в рамках закона. Владельцам объектов необходимо работать по правилам. Иначе их закроют в судебном порядке. Инспекция вынесла последнее предупреждение. Отметим, что подобные рейды МЧС Дагестана будет проводить регулярно. В Дагестане активно набирает обороты всероссийская диспансеризация населения. 67 медицинских организаций по всей республике уже начали свою работу. В этом году люди участвуют в процессе активнее. Во многом благодаря нововведениям. Теперь прийти на осмотр и сдать анализы можно в субботу, а также вечером и в будние дни. Подробнее о том, зачем нужна диспансеризация и как легче ее пройти, в сюжете Карина Баталовой. Онкология, сахарный диабет, туберкулез. Эти заболевания звучат как приговор, но только не в случае своевременной диагностики. Теперь, согласно новому приказу Минздрава, россиянам старше 40 лет диспансеризацию можно проходить каждый год. Для этого не нужно иметь какие-либо поводы, жалобы, симптомы. Главная задача – найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается. Мы выявляли онкологию на ранних стадиях. Мы выявляли… Не беспокоило. Особенно у женщин, то, что связано с молочной железой. Мы же обследуем женщин. Мы их обязательно должны осматриваем, приглашаем на осмотр. Их не беспокоило. В этом году по всему Дагестану диспансеризацией будет охвачено около полумиллиона человек. За пять месяцев комплексный осмотр уже прошли около 180 тысяч дагестанцев. При этом у 129 из них обнаружены злокачественные новообразования. У больше 8 тысяч обратившихся – ишемическая болезнь сердца. А у 362 пациентов выявлен сахарный диабет. Это люди, которые и не подозревали о серьезности своего состояния, и не получали соответствующего лечения. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье. И считаю, что ежегодно должен каждый человек проходить диспансеризацию. Надо проводить профилактику. Не тогда приходить к врачу, когда уже процесс пошел, а предотвратить. Благодаря появлению системы электронной записи теперь в поликлиниках минимизировались очереди. Прийти на прием можно, выбрав любое удобное время. Достаточно зарегистрироваться через портал или позвонить в поликлинику по месту регистрации. После работы очень удобно пройти диспансеризацию и много времени не занимает. Потому что нет много людей. Кто может приходить, приходит днем, рабочее время. А кто не может, пожалуйста, никаких проблем нет. Ждала я примерно, наверное, две минуты и все. И прошло свое время. Очереди были небольшие. Я сделаю флюорографию, общий анализ мочи, крови и биохимический анализ. Все анализы, включенные в перечень диспансеризации, бесплатные. Специалисты советуют дагестанцам не откладывать в долгий ящик визит к врачу. Даже если ничего не беспокоит. Как показывает практика, на диспансеризацию уходит совсем немного времени. А польза для здоровья и жизни может быть колоссальной. Карина Баталова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Из народной забавы в официальный вид спорта в Дагестане будут развивать пляжную борьбу. Готовы ли наши атлеты заявить о себе в этом виде спорта на мировой арене, узнавал Курбан Рагимов, который с утра накануне побывал на городском пляже. В разгар лета в Махачкале в первую половину дня городской пляж превращается в один большой спортивный зал под открытым небом. Горожане с самого утра делают пробежки, плавают и занимаются на турниках. В общем, занятия по душе здесь находят все, как просто любители активного образа жизни, так и профессиональные спортсмены. На зарядку приходят все – мужчины, женщины и дети. Форму поддерживают и взрослые, и пожилые люди. Утром спортсменов даже больше, чем купальщиков. У снарядов выстраиваются очереди. Море, солнце и песок – это идеальная площадка и для наших борцов. Тренировки на городском пляже проходят каждое утро. Поэтому, уверены вольники, проблем с освоением новой спортивной дисциплины у них не возникнет. Ну вот, пляжная борьба для нас – это не такой тяжелый вид спорта. Мы здесь, можно сказать, с детства выросли, и оно нам на руку. Я думаю, у нас будут одни как и вольные, так и в пляжной борьбе лидеры в мировом. Так что, тут ничего такого особенного нет. Мы чуть-чуть изучим правила, все, и пойдем дальше. Как всегда, везде добиваться мировых результатов. Руслан Дебергаджиев будет руководить пляжным видом борьбы в Дагестане. Чемпион Европы совсем недавно начал тренерскую карьеру в спортшколе имени Садулаева. Молодому специалисту поручено собрать команду для участия в международных турнирах. Они сейчас проводятся под эгидой объединенного мира борьбы. У мужчин по регламенту четыре весовые категории. В правилах одно большое отличие от вольного стиля. Здесь нет партера. В остальном задача ясна – нужно уложить соперника на лопатки. Ну, попали мы на совещание к Саджиду президенту федерации борьбы. И вот там, по его поручению, он мне дал займись этой пляжной борьбой. Как-никак я на пляжу много времени провел и боролся. Там нельзя касаться третьей точки. Один бросок – два балла оценивается. Потом выталкиваем тоже один балл. Ну, три минуты до трех баллов. Кто выиграл, тот выиграл. Ну, есть чуть-чуть есть. Кто хитрее, тот и выигрывает. Идея развивать пляжную борьбу пришлась по душе многим. От звонков и заявок уже нет отбоя. Проверить свои силы на песке планируют даже тренеры, а также ветераны спорта. Специалисты убеждены, для дагестанской молодежи пляжная борьба станет хорошим трамплином для продвижения на мировую арену. Пляжная борьба – это очень интересный вид спорта. Почему? Потому что я даже вот думал, почему у нас в республике такая республика, столько развитых ребят, и нет именно вот этого направления. Мы думаем, что эта борьба у нас очень сильно будет развиваться в нашем регионе, потому что есть все предпосылки к этому. Почему? Потому что у нас ребята крепкие, здоровые. Очень много есть ребят, которые не попали, допустим, в традиционную вольную борьбу, это классика, там могут себя проявить. То есть очень рад. И на самом деле, да, почему бы и где она вообще раньше была, скажем так. Новое направление – самый борцовский регион России официально откроет для себя уже через две недели. 24 августа на городском пляже пройдет первый чемпионат Дагестана. Турнир среди юниоров и взрослых покажет, кто из дагестанских спортсменов в ближайшем будущем попытается отобрать у грузинской команды пальму мирового первенства. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин